Мы спасем Даню из лап сиреноголовых! Конечно спасем! Только как мы это сделаем? А может мы у Фантома спросим, ну зачем эти провода? И вообще, что нам делать? Не получится, мы не умеем его вызывать! Он же сам приходит! Точно, я об этом не подумала! Но, погоди, но он же каким-то образом понимает, что он нам нужен! Правильно? Вот сейчас именно такой момент! Да, но похоже он считает по-другому! Это что еще за новости? Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео! Видимо, сиреноголовые захватили не только мир и телевидение, но и ютуб-каналы! И герой нашего ютуб-канала вот такой красавчик! Это возмутительно! Ну ты только не кричи, но с этим сиреноголовым сложно не согласиться, понимаешь? Для канала Данила Шоу очень важно, чтобы зрители смотрели наше видео с подпиской! Да, но это единственное, и в чем они правы! Ребята, поддержите наш канал подписками и лайками, пожалуйста! А наш канал мы никому не отдадим, даже этим гуделкам! Обещаем! Нету времени! Нам нужно попасть в день с шаром! Тем более, похоже, эти скоро разнесут наш дом! Я надеюсь, мы все исправим! Вот это морда! Давай! Давай! Фу! Чуть не наступил! То есть проводов тебе мало? Э, нет! В этот раз я ни при чем! Похоже, мы опоздали! Кажется, вот так шар стоял! Почему опоздали? Потому что, судя по этому, сиреноголовые уже здесь были! Вот это лапища! Да, значит, сиреноголовые уже здесь были! И что? Они тут все время шастают! Ну их тут больше нет! А значит, все уже случилось! Шар сработал и сиреноголовых забрал вместе с Данией! Я думаю, что этого еще не произошло! Да? Почему? Поляна! Шар! Огромные следы! И никого! Ты понимаешь? Ни-ко-бо! Понимаю! И все равно думаю, что мы успели! Помнишь это дерево? Конечно! Конечно! С каждым деревом знаком лично! И с этим... О, Дружбон! Ты так вырос! О, и с этим... Дружбон! Привет! Ха-ха-ха! О! А вот этого что-то не припомню! Видимо, они пересекались! Новенькие, что ли? Очень! Очень остроумно! Это дерево раскололось от молнии, когда шар сработал! Помнишь, умник? Точно! Я как-то не обратил внимания! Но это все равно ничего не доказывает! А может, мы в другой реальности? Я уже ничему не удивлюсь! Ну как? Как нам это понять? Похоже, ты права была! И скоро все начнется! С чего ты взял? Блин, да оставьте эти провода в покое! Сомри! Ну вот, держи! Бежим, пока он не опомнился! Один, два, пять, семь! Такое впечатление, что в лесу стоит ксерокс и штампует этих сиреноголовых! Ну, ничего! Нужно, чтобы они все сюда пришли, а потом вместе исчезли! Да, но только почему ни нас, ни Дани нет на поляне? Помнишь, сначала пришли мы, а потом они? Не знаю! Видимо, тут тоже все немного изменилось! Смотри! Так, ты все запомнил! Я включаю шар, ты меня прикрываешь! Нужно действовать быстро! Я не помню такого диалога! Я тоже! Слушай, их нужно остановить, там же сиреноголовые! Не можем! Помнишь, мы не можем встречаться с нами, прошлыми! А где они? Где сиреноголовые? Их нету на поляне! Помогите! Ром! Ром! Это что еще за шаманские танцы? Не знаю! Но если это ритуал жертвоприношения, то кажется, я знаю, кто жертвы! Только не это! Хорошо, что Даня остался в укрытии! Надеюсь, они его не найдут! А что будет с нами? Какой отвратительный хор! Слышала? А нет, то есть мы где-то спрятали Даню! Да, да! Получается, нам только нужно спасти себя! Понимаешь? И тогда будет все хорошо! Кажется, гроза начинается! Это не гроза! Нам крышка! Всегда боялась грозы! А я шаровых молнии! Теперь получается, что Даня остался здесь! Да! А нас эта штука, получается, куда-то закинут! Кошмар! Селеноголовые, получается, тоже не исчезли! Так вот, как получилось, что они захватили весь мир! А мы... Оооо! А это уже совсем паршиво! Ну ты чего? Это же наш друг! Этот друг приносит только паршивые новости! Готов поспорить! Сейчас скажет какую-то гадость! Типа, вы в беде! Прекрати! Вы в большой беде! Ну, что я говорил? А когда он был нужен, он не приходил! Ай! Вас нет в будущем! В том будущем, откуда вы сюда прибыли! Все изменилось! История с шаром все изменила! Прощайте! В том измерении я не могу появляться! Что значит прощайте? А если он прав? То мы сейчас исчезнем! Глупости, да? Ребята, все будет нормально, да? Напишите в комментариях, где искать Даню? Ром! Фантом был прав! Паршиво! Слушай, тут так тихо! Кажется, мы здесь одни! Только вопрос, где здесь? Мы ведь понятия не имеем, где оказались! Так, давай разбираться с тобой по порядку! Мы спрятали Даню от сиреноголовых! Потом пошли на поляну! Мы и сами там попались! А потом шар перебросил нас сюда! Правильно? Да, мы еще думали закончить операцию шар! А потом приступить к следующей! По названиям красная кнопка! Но не успели! Точно! Давай ее сейчас осуществим! Странно! Ну, я точно знаю, что я его заряжала! Почему он не включается? Эй! Эй! Мой тоже не включается? Это какой-то кошмар! У меня идея! Мы попросим о помощи! О, кого? Тут же никого нет! О, нет! Я чувствую, что они нас видят! а если нет это наша единственная надежда согласна ребята я знаю что вы нас видите и надеюсь что слышите помогите нам пожалуйста выполнить операцию красная кнопка все что от вас нужно это посмотреть какого цвета кнопка но под видео если кнопка серая то вы уже сделали вклад в операцию а если кнопочка красная то обязательно на нее нажмите ведь сейчас только от вас зависит успешность этой операции верим что вы нас не бросить так нам нужно что это было скажи что ты тоже отовидела он что просто исчез слушай там походу еще одна комната и кажется здесь тоже никого нету еще у меня стойкое ощущение дежавю как будто я здесь уже была та же история мне это здание что-то напоминает но у меня вопрос поважнее куда делся серноголовый он здесь был а потом раз и исчез ну может это был мираж да это самое логичное объяснение но других версий пока что нет слушай давай глянем что в той комнате куда же делась гуделка слушай это какая-то свалка мне кажется что нужно уходить отсюда не уверен я бы еще посмотрел раз тут ходил сиреноголовый это не просто так и вообще я не понимаю куда он исчез можем разделиться я поищу на улице вообще нужно же понять где мы находимся а ты поищи пока что зацепки здесь хорошая идея что ж такое я тебе все равно открою эй а ну выходите куда вы все время исчезаете слушай меня сейчас осенило мы тут уже были а ну выходите а сиреноголовый вы где помнишь нас сюда с помощью этого сундука телепортировала ухты точно очень похоже ну слушай здесь не было этих всех вещей ну в принципе есть отличие согласно а что если это место ну такой себе временной пузырь точно мы с тобой смотрели передачу и это объясняет появление и сиреноголовых и они нас не замечают потому что это их фантомы слушай а это не то сетка ну которой дань и сиреноголовых поймал точно то есть теорию с пузырем утверждаем значит фантома можно не бояться да но только если мы быстро отсюда не выберемся кто сам исчезнет навсегда точно я совсем забыл об этом там в передаче говорили про временной слон но эти штуки за умные из физики и химии прости я случайно но я и не испугался я просто проверял целая сетка или нет ну слушай у дани была такая игрушка дедушка ему подарил думаешь это именно та игрушка но это все очень странно выглядит почему именно должно быть объяснение тут все не просто смотри это же сундук который он нас услышит мой точно прости я забыл что он нас не слышит слушай давай поближе подойдем проследим за ним исчез не успели мы постоянно отстаем на шаг но у нас нет возможности просчитать что будет дальше а вот и можно мы исчезли вот что будет спокойно вдох выдох вдох выдох вот а теперь давай думать логично ром ты куда что ты ищешь не ищу а уже нашел тадам а вот и ящик а я и не знал просто подумал раз сиреноголовый бродил здесь ящиком значит наверняка он здесь его и оставил ты прав и как я сама до этого не додумалась точно паниковать нельзя вот именно а я вообще всегда прав почти всегда ты просто завидуешь ты я догадался про ящик а ты нет ну признай это это еще что такое и такой штуки не помню на рупор похоже правда странный какой-то и почему в ящике и почему одни предметы исчезают а другие нет ну насчет предметов все просто думаю предметы могут находиться здесь только определенное время поэтому те что попали сюда позже еще не исчезли а вот насчет фантомов сиреноголовых я не знаю как это работает так и знал ничего не получится мы тут застряли навечно пока не исчезнем и этот человек мне рассказывал про спокойствие и нервы я спокоен ясно оно и видно образец спокойствия не смешно это была последняя надежда на телепорт отсюда объяснишь так и что объяснять подумал ура ящик двойным дном и телепорт и может мы успеем вернуться домой пока ящик не исчез но в ящике нет портала нет я не понимаю почему но зато есть это дурацкий непонятный рупор да вот бы вернуться домой смотри тут какая-то дата написанная маркером 2021 год смотри смотри а вот здесь еще число и месяц непонятно написаны похоже 2021 год ну как видимо вот эта штука как-то нас перенесла но кто ее туда положил ну видимо тот кто знал что она нам понадобится история с ящиком было уже давно видимо уже тогда кто-то знал что все так получится получается а я говорила что все получится нужно им ну то есть нам подкинуть какую-нибудь инструкцию про этот рупор точно давай им видео послание запишем а так можно они же нас увидят не знаю может и нельзя тогда все-таки напишем а то мало ли что ну а если они нам не поверят нужны контр-аргументы ведь от нас прошлых зависит будущее и нашей дани почему у меня такое ощущение что в квартире есть еще кто-то мне кажется что это из-за наших вот этих путешествий по временным пузырям галлюцинации возможно возможно кажется нас услышали нужно спрятаться кажется шум был в районе этого шкафа но кроме нас квартир никого нет может в квартире уже и нет а вот в шкафу точно кто-то был считай опять какие-то послания из прошлого будущего или параллельного я уже ничему не удивлюсь ой ну что за скепсис может это вообще записка дани обязательно привет пишут вам ира и рома из прошлого или будущего мы и сами не понимаем что и требовалось доказать да итак поехали дальше временной рупор вам подкинули мы в ящик вот и разгадка данила находится в плену сиреноголовых вам нужно попасть в день с шаром когда вы спрятали данью в лесу как-то так ты куда за рупором и оружием куда же еще погоди это еще не все здесь еще записка что там еще нет только не то и самое главное вы ничего не сможете изменить и будущее будет ужасным если дальше столько людей будет смотреть вас без подписки ребята спасайте нас если у вас кнопка красного цвета нажмите на нее чтобы она стала серой и чем больше будет серых кнопок тем больше шансов у нас на спасение ребята мы знаем что вы нам поможете и верим вас ну может все таки сразу план спасения составим ну вот на миссии придумаем я надеюсь ты шутишь нет у нас нет времени на раздумие будем действовать по обстоятельствам ну да как ты с проводами не ошибается тот кто ничего не делает а почему бы и нет о твой дружбан опять пришел или телепортировался или как там правильно сказать фантомировался может хватит уже умничать я уже это слышал это же правда сейчас обвинешь его и все и без гуделки справимся вам нужно сказать в рупор невидимка обернись и домой сейчас вернись только на языке сиреноголовых вот так вернись вернись повтори еще раз мне кажется твой сиреноголовый друг совсем мембранами тронутся что но я не знаю что у него вместо мозга провода пластины или мембраны странно почему он сразу не сказал что так можно было и зачем нас отправлять в эти странные путешествия не говорю же он чокнулся а вдруг этот вариант чем-то опасен ну да остальные варианты были безопасны подумаешь чуть не потерялись во времени это ж мелочь да я смотрю у тебя приступ остроумия ты знаешь лучше помоги мне вспомнить заклинание сиреноголового записывай невидимкой обернись и домой сейчас вернись аплодисментов не нужно естественно это еще почему аплодисменты признание нужно мы гений без этого не можем гений без сомнения ты знаешь вот на человеческом языке я и сама запомнила а на сиреноголовом как-то не получилось в общем я не могу вот гений твой звездный час мой ну я это и чё не нужно на меня так смотреть сейчас сейчас все будет правда мне тоже так показалось нет неправда не знаю я даже не пойму похоже или нет честно говоря я тоже не понял это сейчас входная дверь открылась или мне показалось страно никого нет может сквозняк если это сквозняк то очень необычный похоже на данины следы только как они здесь появились один-два-три я не понял тут никого нет не может быть но мы же видели следы а может это было привидение по-любому я же говорю что привидение интересно что будет если выстрелить подожди чего ждать пока этот полтергейст на нас нападет а может она добрая да еще скажи что это даня я не знаю эй ты чего это нельзя а кто точно полтергейст возникла небольшая проблемка есть две новости давай я угадаю плохая и хорошая как ты догадался ну так это ж классика кто ты что не сбивай его ой извините пожалуйста а вот так уже лучше только над интонацией поработай да не получилось спасти и забрать от сыриноголовок он дома класс дома говоришь интересно где может здесь ай ну надо же здесь нет о может здесь ну надо же по диванам тоже нет точно точно под подушкой вот блин и здесь нету вот блин ром прекрати а почему это я должен прекращать пусть этот друг объяснит а вот это и есть плохая новость даня стал невидимкой не только для сыриноголовок а и для вас для всех он в невидимом коконе и теперь тоже никого не видит ему кажется что он один ну я сейчас не устрою эй выходи гуделка ты где так и знал что ему нельзя верить помогай за что за то что ты на него напал как мы теперь узнаем что делать да я об этом не подумал оно и видно это что за крохот странный похоже наш сын добрался до вкусняшек в холодильнике ты хотела сказать привидение добралось эх как тебе не стыдно это же наш сын ну подумаешь невидимка действительно а может это вообще не даня откуда ты знаешь если мы его не видим и он нас не видит мало ли что это типа друг наплел и вообще это из-за него теперь все вот так вот нет ну вот почему мы должны ему верить да потому что у нас просто нету выбора а а я вот не сомневаюсь что это наш Даня вау нет ну если с этой точки зрения то я согласен эй даня это не честно мы же договаривались суперами не пользоваться где Даня он вернулся ну да ты чего мы с ним играем ты про Даню невидимку Ром я с тобой разговариваю да и сейчас я из-за тебя проиграю ну вот довольна я проиграл и Даня опять куда то убежал нет слов без комментариев а вот у меня есть комментарий ты только посмотри эта кнопка уже здесь мигает а вот тут я с тобой полностью согласна мне эта красная кнопка уже в кошмарах снится вот и я об этом ребята прошу вас спасите нас от этой надоедливой красной кнопки просто нажмите на нее и она станет серой вам нужен шаропроявитель а шаропроявитель правильно да так это же элементарно Ир где они у нас лежат не помнишь минутка юмора от Ромы он просто появляется и говорит шаропроявитель исчерпывающая информация неужели он так и навсегда останется невидимым я тоже не имею понятия что такое этот шаропроявитель блин ну кто так играет Дань забыл что ты меня не слышишь если я все правильно высчитал то вам через минуту принесут посылку в ней все подробно описано до встречи ну кто принесет посылку о ровно минута прошла твой друг не устает меня удивлять а вот ты меня все время удивляешь не понимаю почему твоя мама разозлилась забыл что ты меня не слышишь странно за дверью никого не было только вот эта коробка лежала на полу ребята а может вы видели где-то эту коробку напишите в комментариях то что то я вообще не помню надеюсь это не бомба мало ли кто ее подкинул на послушай может она тикает ты знаешь не смешная шутка ну так я уж у тебя научилась а если серьезно давай откроем коробку эй 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 слушай давай я открою мало ли что там раз два три это что обычные воздушные шарики ой слушай смотри тут есть инструкция сейчас разберемся ну да куда же без инструкции ты что считаешь что я без инструкции шарики не надую надуйте шар прочитайте заклинание спокойствие там еще два таких шарика подумаешь один лопнул ты еще скажи что такие шарики можно купить в магазине а что нельзя нет ну ты издеваешься ну чего ты так давай все сначала что там в инструкции написано так 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 да ну все ясно надуваем шарик появляется фантом гудит свое заклинание и Даня проявляется так я что то не понял а как его достать из этого из шаропроявителя не знаю ну может потом шар лопнет а Даня останется может может ладно давай попробуем тадам ну шарик закреплен как же вызвать твоего друга он же должен пробубнить это заклинание ну он всегда сам появляется давай подождем ну давай подождем что проявили где Даня дрыхнуть меньше нужно фантом сиреноголов появился начинаем операцию спасение а что дальше он же не может жить в шаре а что тут думать действовать нужно просто лопнем шар и все Даня свободен ну как моя идея не понял что ты не понял ты все испортил Ир ты куда вернись вот последний может еще раз попробовать ну он из страшилища ну он вообще поможет нам а ты вообще молчи вредитель вот так всегда инициатива наказуема ну и пожалуйста готово не подходи да понял я понял а что дальше делать у шара проявителя есть одна способность в нем всегда должен кто-то находиться Даня сможет выйти только если кто-то займет его место вот блин я так и знал что есть подвох Ром давай решать кто это будет я или ты это буду я так будет правильно что это неправильно стой ура все получилось и Бога с нами я уже и не верил стоп а где шаропроявитель сиреноголовым он же был здесь только что может он смог спастись или погиб чтобы спасти нас нет он не погиб правда пап конечно нет он просто стал невидимым это что значит что у нас в доме невидимый сиреноголовый а проявить мы его не сможем ребят как вы думаете сиреноголовый выжил и кстати хотели бы стать невидимкой ну хоть на минуточку напишите в комментариях буду очень ждать всем пока пока всем пока пока